В злютах обягучая года представники швейцарской компании «Холлинджер» с годно заключенным контрактом с держпредприемствами «Пинскводоканал» и «Белкамтехинвест» проводят сбор заходных дадзиных, выконывающие разлики по модернизации системы опрацовки осадку стековых вод. Модернизация продуглеживает обезвоживание и наступную опрацовку на установках с затреманием биогазу. Мы подробно рассчитаем, в течение 30 лет на каждый год производительность, объемы, нагрузки и так далее по выбранному варианту. Тогда уже в какой-то момент мы скажем, что эту производительность, которую мы сегодня рассматриваем, она через 15 или 20 лет не будет достаточна, тогда придется расширять. Это мы учтем уже в наших расчетах. Тягом некольких годин представники компании презентовали промежковую справоздачу, якая для строевой и технико-экономичную оценку трех верогодных вариантов по перепроцованию осадку, что утворяется на очищальных сбудованиях города. Рассматривалась классическая технология обработки осадка, существующая на сегодняшний день, которая, как известно, включает несколько этапов. Это предварительная подготовка перед стабилизацией, облотнение, стабилизация осадка, то есть анародное сбраживание, обезвоживание после анародной стабилизации и варианты дальнейшей утилизации. Это уже другой опыт супрацовниц Лапинского водоканала с Международным банком реконструкции и развития. Первый проект по реконструкции насосно-поветро наудовных станций на городских очищальных сбудованиях уже реализованы. Другий проект над работой, по разликах якого же цявляет компания «Холлинджер», распочался еще и в лютым. Проект повинен включать у себя биогазовый комплекс, дальнейшее обезвоживание с выкористанием фильтр-пресса и наступная утилизация для рекультивации. Вот этот осадок, который некуда девать, который постоянно накапливается на иловых площадках, он будет утилизироваться и при этом будет получаться еще и тепловая, и, что самое главное, электроэнергия в процессе переработки этого осадка. По куле установлены только один термин – «Кострычник биогуча года». Минавито до этого часу повинна быть распроцована техника экономичного обгрунтования проекта. Проектно-кошторисная документация будет складена только после того, как будет проведен конкурс для выбора подрядной организации. Мария Кобис, Людмила Салзна, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».